Самая юная смена опоры и поддержки государства. Порядка 60 детей пополнили большую казачью семью Анапы. Начало было положено в прошлом году. Тогда здесь открыли первую на курорте казачью группу дошколят. Эксперимент полностью себя оправдал и в этом году здесь уже открывают сразу две такие группы. Воспитатели и родители отмечают, казачата лучше знают историю родного края, разбираются в традициях и обычаях, по-другому начинают относиться к вере и духовности. В казачьих группах, помимо того, моих занятий, воспитатели еще вносят вот этот региональный компонент в процесс обучения по всем другим дисциплинам. То есть рисуют уже, значит, что-то связано с темой моей, которую на неделю, в общем-то, я им принесла. Что-то изучают к духовным праздникам молитвы. Ну и, в общем-то, через все виды деятельности проходят кубаны деятельности. То есть в этом отличие от обычных групп. Наши дети будут знать историю своей родины, они будут расти патриотами и мы будем им гордиться всегда. Посвящение проходило по всем казачьим традициям. Духовный наставник, отец Михаил, благословил казачат в добрый путь, а заместитель атамана районного казачьего общества зачитал устав, произнес напутственные слова и, согласно старой традиции, обсыпало ребят зернами пшеницы. Так отправляют казаков на любое благое дело. Практика у нас одна – воспитание молодежи в духе патриотизма, чтобы дети знали свои истоки, понимали. Тем более сейчас много неполных семей, когда дети, нет у них мужского внимания, скажем так. И в классах казачьих, ну, садик – это первый у нас, а в казачьих классах дети тянутся к казакам, к наставникам, к мужскому отношению, к делам, ну и к поведению. Казачата, в свою очередь, доказали, что достойны носить свои новые, пусть пока еще и не настоящие звания. В большой концертной программе ребята продемонстрировали статьи-выправку, строевую подготовку и творческие способности. В руководстве детского сада отмечают, набрать сразу две группы казачат было несложно. Это осознанный выбор детей и родителей. «Чтобы привить к ним любовь к родине, к патриотизму, чтобы они осознавали, как это. Наверное, ну, если честно, будет так». За каждой группой закреплен куратор-казак, который будет приходить на тематические праздники и принимать участие в занятиях по кубановедению. Детский сад «Виктория» – первый и пока единственный в Анапе, где функционируют казачьи группы. Однако в городском управлении образования не исключают, что этот опыт, возможно, подхватят и другие сады.